В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Итоги WorldSkills. Церемонии закрытия об успехах татарстанцев. Репортаж Лины Зинатолиной. Кому прибавка, кому вычет. Здесь надо жестко работать. Как в Татарстане дела с деньгами, узнал Дмитрий Аринин. Человек в больнице друг. Передовая, очень хорошая, мы очень и очень рады. В Казани открыли новую поликлинику, почему здесь считают, что лекарства не важнее улыбок, расскажет Рамин Шайдолин. Когда права выбора нет. Вас скоро выселяет. И вот как вот нас довыселяли. Кого и почему не устроила новая крыша над головой. В сюжете Зинара Камаловой. Золотых и серебряных призеров чемпионата мира WorldSkills ждут в Казани в понедельник. Накануне в Абу-Даби российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете, став лидером по сумме баллов. Три медали высшей пробы в копилку страны принесли татарстанцы. Кто стал лучшим в специальном репортаже из Абу-Даби Лины Зинатолиной. Гимн объединенных Арабских Эмиратов, поднявшись у своих мест, слушают больше 10 тысяч человек. Именно так началась церемония закрытия WorldSkills. После четырех дней соревнований участники, эксперты, болельщики и делегаты собрались на одной из крупнейших концертных площадок Востока, Дю-Арене, чтобы узнать, кто справился лучше всех. На трибунах то и дело взмывают флаги и звучат кричалки. По оживлению отдельных болельщиков сразу можно догадаться, какой стране досталась награда. Компетенции 52, значит победителей еще больше, поэтому на сцене они сменяют друг друга в считанные минуты. И первое золото российской команде приносит казанец Вадим Поляков. Первое место в компетенции холодильной техникой и кондиционировании он разделил с корейским участником. Навыки студента Казанского политехнического колледжа уже успели оценить на чемпионате Европы, а вот на мировом уровне признали впервые. Он не передаваемый участник. Я не знаю, как это было учитывалось. Еще одна победа для республики – серебро по мобильной робототехнике. Медали взяли студенты Казанского колледжа информационных технологий Андрей Дюбанов и Павел Фадеев. А всего российская сборная завоевала 6 золотых, 4 серебряных и бронзовую медаль. И оказалась лидером по сумме баллов. По количеству медалей пятое место и стимул для развития. Самая главная наша задача – это чтобы хорошо развивались наши колледжи, чтобы учиться было интересно, чтобы ребята были на таком уровне, на котором мы сегодня видели это движение. Награды вручены. И вот уже не арабский гимн, а татарские танцы звучат на арене. В центре внимания теперь следующий чемпионат. И Казань официально принимает эстафету WorldSkills. Из рук арабских организаторов флаг будущего чемпионата достался уже казанскому мэру. Добро пожаловать в Казань! Приглашение сегодня услышали больше 70 стран и теперь дело за казанскими организаторами. Надеемся, сделаем еще лучше. Но непередаваемая атмосфера. Мы на разных чемпионатах были, в том числе универсиады, чемпионат мира по футболу, по водным видам спорта, но WorldSkills совершенно другая атмосфера. Энергия молодежи, но вот той молодежи, которая, что называется, WorldSkills, руками и своим талантом делают завтрашний день. А уже сегодня флаг перебрался в Сочи. Он прокатится по всему миру и даже слетает в космос. А вот до столицы Татарстана доедет лишь через два года, когда в Казани стартует WorldSkills 2019. Лена Синатольевна, Морозайдулин, ТНВ, Абудаби. Бюджетники могут не волноваться, они получат прибавку к зарплате. А вот должникам по налогам стоит призадуматься. Против них развернут широкую кампанию. Об этом сегодня заявили в Доме правительства на совещании, где обсудили пополнение казны. О самых важных цифрах и цитатах Дмитрий Аринин. Основные макроэкономические показатели республики демонстрируют определенную динамику. При таких делах в экономике финансов для консолидированного бюджета Татарстана прибыло без малого 200 миллиардов рублей. Израсходовано 184 миллиарда. Денег в казне могло быть и больше, но не все спешат платить налоги. Задолженность снижена на 427 миллионов рублей, однако по-прежнему остается значительный 7,7 миллиарда рублей. Здесь, конечно, не только налоги органы, но и все наши службы должны активно поработать. Меры применят и к налоговым махинаторам. Показывают издержки, занижая налогоплагаемую прибыль. Значит, здесь надо жестко работать. Бюджетников же Татарстана ждет повышение зарплаты по майским указам Владимира Путина. Особенно с этого месяца в плюсе будут медики. По врачам старшим медсестрам, младшим медсестрам там хорошее повышение планируется, потому что необходимо довести именно врачей до 180%. Также в преддверии утверждения республиканского и муниципальных бюджетов следующего года Рустам Мениханов призвал чиновников более рачительно рассчитывать расходы и не раздувать дефицит. Дмитрий Иринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Проект бюджета Татарстана сегодня обсудили и на заседании фракции КПРФ. Стоит отметить, что финансовый документ республики рассмотрен всеми парламентскими комитетами и сейчас идет работа по корректировке бюджета с учетом предложений и замечаний. Коммунисты в целом поддержали законопроект. По тем параметрам, которые мы видим, наш бюджет, денег много не бывает, его всегда не хватает. Но я думаю, фракции, которые работают на стенах госсовета, они Един России и КПРФ, потому что мы избиратели не делим свои и чужие, наверное, будут учтены. Хочешь изменить жизнь? Начни с себя. Сегодня татарстанский опыт развития ЛПХ оценили в Кирове. О том, как в Татарстане развиваются частные подворья, рассказал Фарид Мохамеджин. О вкладе сельчан Рамиль Шайдулин. Кировская область в тройке лидеров России по временному хозяйству. Наряду с Татарстаном усиленно развивают животноводство и сельхозпроизводство. Важно, что в Кировской области много проблем и много достижений, я бы сказал, успехов, которые идентичны с Татарстаном. Но пока Татарстан опережает Кировскую область по развитию села, ежегодно выделяя субсидии на покупку скота, оборудование, строительство ферм. Помогают и селяне, развивая территории на свои деньги. Они нашли возможность простимулировать население, решение тех проблем, которые есть в больном образовании. Речь о программе «Самообложение», когда каждому рублю от человека республика выделяет еще четыре. Деньги уходят на ремонт дорог, благоустройство и другое, что делает жизнь на селе комфортнее. С 2013 года так собрали больше 580 миллионов рублей. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Кировская область. Улыбнитесь, вы на приеме. Сегодня в Казани открылась самая большая поликлиника. Она рассчитана на 60 тысяч человек и обещает стать самой удобной в столице. Вместо регистратуры и очередей пациентов ждет электронное табло. А с ними новый дружелюбный подход к лечению. Подробнее дали в репортаже. Президент упрочен космические просторы, а пациентам представляют новые стандарты лечения. 21-я поликлиника 21 века распахивает двери. Передовая, очень хорошая, мы очень и очень рады. На строительство ушло 450 миллионов рублей. С ними поликлиника получила не только стены и крышу, но и новые подходы к лечению. Здесь мы заложили все те элементы, которые необходимы для качественного обслуживания нашего населения. Инфекционисты, рентгенологи, терапевты. С понедельника к приему готовы 10 отделений поликлиники. К врачам сможет попасть каждый житель Приволжского района и микрорайона Азина. Уже сегодня речь идет о 60 тысячах пациентов, детях, взрослых и пенсионерах. Всех их новая поликлиника готова принимать с новейшим оборудованием. Как вы оцениваете качество работы регистратуры? Так работает электронная начинка. Каждый может улучшать работу поликлиники, даже не подходя к персоналу, а просто оставляя свои пожелания и замечания. У нас нет привычной регистратуры. Посмотрите, это все по новому татахстанскому стандарту дружелюбной поликлиники. На 4-й международной конференции опытом с медиками республики обменялись специалисты центра МЭЙО. И вот что они думают о новом подходе. То, что вы, например, можете записаться на прием к врачу онлайн, используя средства интернет, это действительно упрощает работу. Сегодня поликлиника самая большая в городе. По прогнозам, уже к 2020 году она будет принимать до 80 тысяч казанцев. Рамиль Шайдулин, Рамдиль Гарипов, ТНВ, Казань. Старый дом лучше новых двух. Этого правила придерживаются жители исторического дома по улице Дежинского. Стенам, в которых они живут, почти 100 лет. Зато окна квартир выходят на Черное озеро. Но на днях их попросили с вещами на выход. Динара Камалова узнала, что предлагают взамен. 16 октября на подъездах появились такие объявления. Этот дом на Черном озере еще называют Миргасовским. Здесь жил Кавин Аджми и Абдулла Алиш. Дом с историей уже не раз грозили расселить. Сказали, что дом аварийный, вас выселяют. Приходите, берите ордер на осмотр. Взамен аварийному жилью на Держинского жителям предлагают приехать в новые дома на Мазита Гафури и Салаватку Пере. Но такая перспектива устраивает не всех. Дом признали аварийным в 2009 году. И в течение 8 лет 23 семьи уже переехали. Остальные 48 надеются остаться в родных стенах. Земля, конечно, здесь дорогая. Но нам никто здесь квартиры нам покупать не будет. Несмотря на то, что объявление подписано управляющей компанией Вахитовского района, здесь утверждают, что они его не писали. Управляющая компания к этим объявлениям не имеет никакого отношения. Между тем, здесь знают, что дом готовится к расселению, но отключать коммуникации не имеют права, пока все не переехали. Если дом 100% будет освобожден, если к нам будет с администрацией указание отключить все эти коммуникации, тогда уже идет процесс консервации. Письменный запрос мы сегодня отправили в мэрию города. Здесь поясняют, дом попал в программу переселения из аварийного жилья. И все жильцы должны переехать. Собственникам квартир предоставляют уравноценное жилье в собственность, нанимателям по договору судснаема. Сам же дом подлежит реставрации. Таким образом, семья переезжает в новую квартиру по площади, не менее ранее занимаемой, без каких-либо доплат и компенсаций. Но пока у жителей больше вопросов, чем ответов. И переезжать они не торопятся. Рассчитывают, что они вернутся в свои квартиры после реставрации дома. Ждать то ли обвала, то ли ремонта. В поселке Карабаш Бугульминского района некоторые дома не видели капремонта 30 лет. И сейчас к трещинам. В стенах добавились и разбитый двор. Жители, уставшие обивать пороги инстанции, обратились в нашу редакцию. Рамиль Шайдудлин разбирался в проблемах. Жители Карабаша ждут ухоженных дворов, но спотыкаются о ямы. Хотят приличных подъездов, но пока лишь продолжает осыпаться кладка. Альбина Хусаинова живет в доме, не видевшем ремонта 30 лет. Мы за капитальный ремонт каждый месяц платим по 368 рублей. Дом разваливается уже, вода течет в подвал. А вследствие сырости многолетняя плесень на стенах. Родители боятся за здоровье детей и ждут ответа властей. Почему-то в центре выделяются деньги на капремонт. Там обшиваются дома, делается красиво, все хорошо. Мы такие же люди, платим такие же квартлаты. Мы тоже должны жить, наверное, хорошо. А так выглядит дом после капремонта. Он прошел два года назад. Тогда строители не потрудились покрасить даже стены. Ждать ли повторных работ? Прогнозы управляющей компании неутешительны. Микрорайон совхоза, именно чистость улицы Спортивной, запланирован на ближайшие 2025 года. В этом году капремонт прошел лишь в пяти домах из 68, что в жилом фонде поселка. На это ушло 10 миллионов рублей. Между тем сейчас ремонта требует больше 30 зданий. Ждать ли старым домам и жертвам неудачного ремонта? 25-го года карабашцы все же надеются на помощь республике и района. Рамиль Шайдулин, Фуат Гайсен, Булат Шфигулин, ТНВ, Бугульминский район. Верховный суд Татарстана оставил под стражей Роберта Мусина, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката экс-главы ПАО Татфонбанк. Напомним, ранее Приволжский суд продлил срок содержания под стражей до 16 декабря, а срок следствия до 16 февраля. Роберт Мусин находится под стражей с марта. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Катастрофы инженеров поделили на красных и зеленых. Управление Росреестра Республики создал рейтинг специалистов, которые межуют землю. Будет ли он востребован у владельцев участков, выясняла Альбина Минебаева. Деревья потеряли листья. И в принципе можно к любой границе участка подойти, ничто не мешает. Геодезисты и катастрофы инженеры далеки от поэзии, но осень для них самое плодотворное время. Меньше листьев лучше видны границы участков. Связь с путником одно из главных условий при межевании земли, но также имеет значение и наличие вот такого вот элементарного забора. Именно ориентируясь на него и определяются границы земельного участка. В данном случае мы проводим катастрофы работы по уточнению границы самого участка. Тимур Мифтахов в этой сфере работает 17 лет, но теперь качество работы определяет не только стаж, но и рейтинг, составленный Росреестром. Ошибиться, значит прибавить баллы конкурентам. Обязывает, подстегивает работать, потому что как бы ты ни хотел, что интересуешься, не интересуешься рейтингом, но этим рейтингом будут интересоваться другие люди. Интересуются в первую очередь клиенты и плохая работа инженера. Это приостановленные документы в Росреестре. Насколько профессионально кадастровый инженер сделает свою работу, зависит от того, какое будет принято решение при постановке на кадастровый учет. Положительное, либо приостановка, или отказ. И во втором случае для граждан это чревато потерей лишнего времени, а зачастую даже и средств. И поэтому управлением Росреестра был создан рейтинг кадастровых инженеров. Первый рейтинг опубликовали в сентябре, правда пока землевладельцы ищут специалистов по старинке. Слухи сарафана радио сказали, они профессионально кадастровый центр. Красным цветом обозначены это аутсайдеры, люди, у которых максимальный процент приостановок. А вот зеленые это уже лучшие. За рейтингом пристально следят в ассоциации кадастровых инженеров. Публичность подтянула уровень. С 1 сентября по 1 октября, когда вышел новый рейтинг, мы увидели сильные отличия. То есть большинство инженеров резко снизили количество приостановок. За прошлый месяц количество приостановленных документов составило 20%, когда за 8 месяцев их было больше 80. Правда, управлению Росреестра остается еще подтянуть и популярность самого рейтинга. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Исполнение Конституции органами местного самоуправления обсуждали сегодня в общественной палате. Так называемые конституционные чтения прошли с участием председателя суда и представителей муниципальных образований. Заседание приурочили к 25-летнему юбилею Конституции Республики. Также поделимся накопленным опытом. И я думаю, сегодняшняя встреча будет в пользу для всех институтов, органов власти, для дальнейшей работы в защите основных прав и свобод человека и гражданина. Обсудили пути развития межнациональных и межрелигиозных отношений в Республике. Сегодня в рамках подготовки 4-го Республиканского форума социально-ориентированных некоммерческих организаций прошла секция по межнациональным вопросам. 200 представителей власти и религиозных конфессий обсудили вопрос взаимодействия государства и гражданского общества. Все наработки секции будут учтены 1 декабря на 4-м форуме. По его итогам примут резолюцию. Проблемы больше характера социального. Проблемы характера нравственного. Проблемы характера экстремизма. И вот такие форумы, они как раз и позволяют найти точки соприкосновения для того, чтобы наметить и по возможности решить эти проблемы. Подобные мероприятия являются площадкой для общения, ибо только общаясь мы сможем убрать все недопонимания среди нас. Обычно экзаменуют они, а сегодня сами в роли экзаменуемых. В Татарстане выбирают лучшего госавтоинспектора-экзаменатора. Они должны наизусть знать все билеты, стрелять из ружья и одинаково хорошо управлять и мотоциклом, и КамАЗом. Кто стал лучшим? Алина Бережная. Проехать на мотоцикле «Змейкой» и на КамАЗе ювелирно заехать в гараж и знать наизусть все билеты. Десять инспекторов со всей республики сегодня боролись за звание лучшего. Иван Морозов из Бугульмы. Служит полиции 10 лет, и это его первый конкурс. Самое сложное, наверное, выдержать морально-психологические этапы прохождения этого конкурса. Лучший инспектор должен не только отлично знать ПДД, но и точно поражать в цели. Этот конкурс проводится впервые, и главная его задача – выявить настоящих мастеров своего дела среди автоинспекторов-экзаменаторов. В итоге третье место у Ильнура Шарафудинова из Буинска, Селебро у Ильдара Гореева из Нижнекамска, а золото взял Иван Морозов из Бугульмы. Победителям, конечно же, большие слова благодарности за ваш уровень подготовки. Ну и всем участникам хочу сказать, что ни в коем случае нельзя останавливаться на симптом, нет предела совершенства. В дальнейшем аналогичный конкурс планируется провести уже на федеральном уровне. Республику представят сегодняшние победители. Алина Бережнарина, Атсафин, ТНВ, Казань. Полтора часа без антракта, аскетичность декорации, минимум действующих лиц. Но история мальчика-подростка, переживающего мучительное взросление, рассказана так искренне и трогательно, что время пролетает незаметно. Сегодня на сцене театра юного зрителя премьера. О новой постановке расскажет Диляра Низамова. Пьеса французского писателя-драматурга Эрика Эммануэля Шмидта написана в 1999 году. И с тех пор поставлена на многих подмостках. Только в Казани в течение этого года она была представлена в трех театрах. Но Ильгиз Зайниев считает, что каждая постановка имеет свой собственный характер. Мне кажется, зритель поймет, что значит вообще режиссура. Дон Жуан, а мы же видели уже Дон Жуана, они не очень понимают, что другой режиссер может поставить, один может поставить про ненависть одну и ту же пьесу, а другой про любовь. Пьеса одновременно легкая, остроумная и грустная. В ней нет ни грамма цинизма и желания продемонстрировать всем мрачную изнанку жизни. Может быть, именно поэтому работа над этой постановкой давалась очень легко, отмечают актеры. В хорошем материале есть все. Здесь так много тем, так много интересных поворотов, что это награда для актера, такие роли. На предпремьерном показе зал был полон. Эмоции от увиденного переполняли. У меня пока только эмоции. Очень прондительная и очень честная работа. Какое-то такое погружение хорошее. Обожаю наших артистов. Обожаю. Господин Ибрагим в очередной раз напоминает нам главные истины, которые едины для всех, независимо от возраста, национальности и вероисповедания. Диляра Незамова, Андрес Энтальцев, ТНВ, Казань. Далее в выпуске «Спорт и прогноз погоды». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. За один сеанс. 292-66-77. Ниссан. Теперь в Канавте. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230-30-30. С 25 по 27 октября на Казанской ярмарке выставка «Дор Транс Экспо». Содержание и строительство дорог. Дорожно-строительная техника. Транспорт. Безопасность движения. 12+. Очень многие люди бизнеса идут по дороге стресса, выгорания и потери смысла. Как можно с помощью коучинга повышать профилактику профессионального выгорания? Имплант, абатмент и металлокерамическая коронка всего за 35 тысяч рублей. Только до 15 ноября в сети клиник «Городская стоматология». В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень-2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Ротобор крыс и мышей уничтожает. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много? Аппарат 1. Алмак-01. Осень, цены сбросим. В октябре скидка на Алмак-01. В аптеках ВИТА, Казанские аптеки и аптеках Государственная сеть. С днём рождения, Эссен. 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 Азина Авто. Минская 1. Телефон 512-12-12. С днём рождения, Эссен. С днём рождения, Эссен. В конце тоннеля появился свет. Футболисты Казанского Рубина смогли прервать безвыигрышную серию и победили на выезде Ростов. Новая задача – забрать очки у Динамо. Команда Бердыева провела открытую для журналистов тренировку. Говоря о кадровых вопросах, наставник Рубина отметил, что теперь проблема не в том, что некому играть, а в сложности выбрать оптимальный состав. Травмирован только защитник Олег Кузьмин. Он тренировался в маске. На занятиях Бердыев выстроил схему 4-4-3 без вратаря. Что это было, остаётся только гадать. Надеемся, что эта головоломка для тренеров Динамо так и останется загадкой. Матч завтра на стадионе Казань-Арена в 16.30. Прямая трансляция по традиции на нашем телеканале. Есть определённая группа игроков, которые по тем или иным причинам потеряли фон, кондиции, если говорить о самом деле, то это семейные проблемы были. Слава Богу, всё решено. Что касается других остальных, то сейчас в этом периоде достаточно хорошо поработали. И сейчас у нас главная боль, кого ставить. К новостям хоккея. Нижнекамский нефтехимик вновь обыграл одного из фаворитов, взяв верх над локомотивом. Встреча в Ярославле завершилась со счётом 1-2. Ещё одна татарстанская команда «Нефтяник» провела свой поединок в рамках высшей хоккейной лиги. Альметьевцы на выезде сыграли с Курганским за Уралием. Удаление хозяев на первой же минуте встречи принесло соперникам плюс. Андрей Демидов открыл счёт. Вскоре за Уралий провело атаку и восстановило равенство. А в заключительном игровом отрезке соперники вышли вперёд и смогли затем довести дело до победы. «Нефтяник» возвращается домой, где уже 22 октября предстанет перед своими болельщиками. С интервалом в один день команда сыграет с «Соколом», «Ермаком» и «Металлургом». Тем временем спортсмен из Татарстана выиграл бронзу соревнований по BMX Park. Турнир проводится в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. В финале республика была представлена сразу двумя участниками. Этап квалификации успешно преодолели и Реквизаев, и Джамиль Ахмедзянов. Первым на дистанцию вышел Ахмедзянов. Одну попытку райдер из Казани откатал очень уверенно, а другую, увы, не смог завершить. Сказалась старая травма. И Реквизаев обе свои финальные попытки провёл на хорошем уровне, что позволило парню из Татарстана завоевать бронзовую медаль. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатна. Только в октябре назовите пароль ДН мебели, получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Ну что же, теперь о погоде. В предстоящие сутки температура в республике понизится. Ожидаются осадки разной интенсивности. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана будет облачно. Ожидается снег с дождём. Температура воздуха ночью понизится до 1 градуса мороза. Днём же будет плюс 2 градуса. На северо-востоке Татарстана дождь со снегом. Ночью минус 1, днём до 3 градусов тепла. На севере республики ожидаются дожди, местами со снегом. Ночью будет минус 2 градуса, днём же до плюс 3. На северо-западе Татарстана облачно. И тоже ожидается снег с дождём. Ночью минус 1, днём же плюс 2 градуса. На юго-западе республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в ночные часы составит минус 1 градус. Днём же будет до 3 градусов выше 0. В центральном районе республики дождь, местами снег. Ночью минус 2, днём же плюс 3 градуса. Последующие сутки будет пасмурно и сыро. Республиканская стоматологическая поликлиника приглашает региональных льготников на бесплатное зубопротезирование. Адрес Казани Бутлерова, 16. Запись по телефону 236-42-97. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239-17-36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Спонсоры выпуска – кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идёт, доход растёт. Адрес Казани, улица Чистопольская, дом 55. В предстоящей ночи в Казани будет пасмурно и около 0 градусов. В нём же ожидается дождь. Температура воздуха составит плюс 4 градуса. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ожидается магнитная буря. Берегите своё здоровье. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудо-действенный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить своё здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстанской Швейцарии. Да, слов нет. Питание – чудо. Шведский столб. Комфортные переходы. Процессор и грязи делают чудеса. Бакирово – наш санаторий. 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 Бакирово – наш санаторий.